День второй у меня в Стамбуле. Сегодня идем смотреть смотровые площадки, из которых открывается вид на весь город. Я поговорялся в интернете. Посмотрим сегодня все, что нам покажет Стамбул за сегодняшний день. Вот такие стамбульские улочки мне, конечно, очень нравятся. Узкие такие, аутентичные. Здесь отельчики, неряшливость легкая или нелегкая, как, например, вот здесь. Очень прикольно. Босфор это пролив, разделяющий Стамбул на две части, европейскую и азиатскую. Его длина около 30 километров. Пролив определенно визитная карточка Стамбула. Он много раз появлялся в фильмах и сериалах. И, конечно, любой приезжий хочет либо посмотреть на Босфор из города, либо посмотреть на город с Босфора. Вообще, если времени в путешествии у вас в обрез, я рекомендую начинать именно с исторической части города. То есть, прям со дворца Топкапы. Который особой популярностью пользуется у фанатов сериала «Великолепный век». Но здесь есть как и плюс, он красивый. Не удивил. Так и минус. Он стоит денег. И тут можно пойти по двум путям. Путь первый. Вам пофиг на деньги и тогда гуляем на все включено и ничего не выключено. И путь второй. Денежки ограничены и 500-650 лир за вход я отдавать не хочу. И тогда можно довольствоваться тем, что можно бесплатно попасть в первый двор дворца. И как бы все. Сам дворец не войти. И на смотровую не попасть. Хитро, товарищи турки. Придумали. Хитро. И сразу же с плохой части. Короче, можно купить без очереди в автоматах билеты. И там же написано, что аудиогид бесплатный на твоем языке, да? Естественно. И, короче, берешь билет, а потом, чтобы взять аудиогид, нужно опять еще в одну кассу. И там стоит очередь человек из ста. И ее надо за этим аудиогидом отстоять. Короче, я не взял аудиогид себе, потому что это бред стоять еще в очереди за аудиогидом. Дворец Тапкапы был главным дворцом в Османской империи до середины 19 века. Находится он в историческом центре на мысе Сарайбурну, где Босфор и Золотой Рог впадают в мраморное море. Площадь всей дворцово-парковой территории составляет более 700 тысяч квадратных метров. Территория огромная. Гуляя по ней, я нашагал около 5 километров. Название дворца переводится с турецкого как «пушечные ворота». Связано это с тем, что обязательно раздавался пушечный выстрел тогда, когда султан уезжал из резиденции. В свое время здесь успел пожить султан Сулейман Великолепный, но изначально здесь обитал другой султан – Мехмед II Завоеватель, который правил на несколько десятилетий раньше Сулеймана. Мехмед начал строить Табкапы в 1475 году. Первые 50 лет дворец играл роль рабочей султанской резиденции. В последующие столетия дворец Табкапы достраивался и обогащался. На протяжении около 400 лет он оставался главным дворцом Османской империи. В нем жили и правили 25 султанов. На этой территории в общей сложности проживало около 5000 человек, обслуживающих первое лицо империи. Из них 1200 без перерыва трудились на султанской кухне. Этот дворец является настоящей телевизионной звездой. После выхода сериала «Великолепный век» фанаты всего мира съезжаются сюда, чтобы посмотреть, как жили султаны Сулейман и Мехмед. Но сами съемки проходили не во дворце, а в специально выстроенном павильоне размером в 50 тысяч квадратных метров, где были размещены необходимые для съемок декорации. Каждый съемочный день длился по 16 часов, и сериал стал самым дорогим в истории всех турецких сериалов. Где раньше строили дворцы и замки? На возвышенностях. Еще могли и ров по периметру пустить. Табкапе также был расположен на холме, откуда открывался вид на всю близлежащую территорию. И, конечно, в наши дни во дворце есть отличная смотровая. И не одна. Ребята, первая стамбульская смотровая, которую просто обязан посетить каждый, это, конечно, дворец Табкапы. И здесь у вас во дворце из двора, из двора дворца, да, вот так можно сказать, у вас будет смотровая, с которой видно весь Стамбул. Поэтому это вы обязательно должны сделать, обязательно должны прийти и посетить это место. Наиболее красивый вид на Босфор открывается с террасы 4-го двора. Интересно, что рядом со дворцом есть церковь Святой Ирины. После завоевания Константинополя она была превращена не в мечеть, а скорее в оружейную для хранения трофеев. Поэтому ни ее интерьеры, ни экстерьер не претерпели особых физических изменений. К XIX веку церковь продолжала функционировать как оружейный склад, пока Ахмед Фитхи Паша в 1846 году не преобразовал ее в двухсекционный музей, включающий коллекцию древнего оружия и археологических артефактов. Здесь ходишь, знаете, даже запах сохранился, вот этот весь старинный. Я так к бабушке своей помню, лет 20 назад приезжал. У нее тоже дом в деревне старый. Там вот такой вот своеобразный запах стоит. Единственное, что кого-то может смутить, на самом деле даже, наверное, многих может смутить, это ценник. Здесь, значит, без гарема вход 500 лир, с гаремом 650. И по времени, ребят, закладывайте определенно несколько часов, то есть в зависимости от вашей скорости. Но дворец большой, здесь также дворы и много чего есть посмотреть. Я вот сейчас здесь гуляю, и знаете, что меня больше всего поражает? Что сейчас мы спокойно, вот я, люди здесь, которые вокруг, мы можем гулять здесь по территории, смотреть, наслаждаться всем этим. А ведь раньше, совсем недавно, да, исторически совсем недавно, никто из простых людей не мог все это видеть. Это все принадлежало царским особам. Да, сейчас вот у нас есть такая возможность. Конечно, удивительно. Если вы не хотите покупать билет, чтобы войти во дворец, хотя я вам рекомендую это сделать, можно направиться прямиком к мечети Сулейманье. Вход в мечеть бесплатен, вход во двор бесплатен, вид со двора бесценен. Хотя и тоже бесплатен. Платные там только туалеты, 3 копейки, будем считать, что это туристический налог. Мечеть построили в 16 веке. После приказа султана Сулеймана Великолепного, в честь которого она и получила название. Является одной из самых красивых в городе. И ее также называют сердцем великолепного века Османской империи. Ведь она и является символом любви султана и хюрем. Здесь же покоятся их тела. Прозвище Великолепного султан получил на западе. А вот на востоке его называли Кануни, что значит справедливый. Никнейм Великолепный ему дали за любовь к поэзии и искусствам. При нем Османская территория в принципе достигла вершин культурного, литературного и архитектурного развития. Он был покровителем поэтов, художников и архитекторов. Он считается самым великим султаном Османской династии. Сулейманом было совершено 13 военных походов. А страной он правил 46 лет. И касательно таких показателей, ему нет равных среди османских правителей. У Сулеймана было несколько наложниц. Но единственной, с которой султан состоял в браке, была хюрем. Также известная под именем Роксолана. Она была родом из Рутении или Роксолании. Так тогда называли Русь. Откуда и появилось ее имя. Которым ее называли в Европе. После смерти хюрем, султан прожил еще 8 лет. И не заводил отношения с другими женщинами. В эти годы он построил ту самую мечеть Сулейманье. Где похоронил жену со всеми почестями. Которых ранее никогда не было в Османской империи. Здесь прямо на территории есть ресторан. Поэтому если вы любите покушать, то пожалуйста. Можете здесь посидеть. И также есть на территории кафушки. В парке заходите. Но прежде чем зайти, вам нужно пройти металлоискатели. Чтобы зайти вот в первый двор. А я сейчас иду от трамвайчика до метро. Делаю пересадку. Местный трамвай это отдельный вид искусства. Туда сложно зайти. И невозможно выйти. Поэтому имейте это в виду. А вот это здание, это Стамбульский университет. Здесь как раз самое время сказать о том, что... Заходите еще и на второй канал Smaps Education, который посвящен зарубежному образованию. Там можно узнать о очень многое о зарубежных университетах. И также на нашем сайте www.smaps.ru вы можете выбрать любой вуз, любую школу, любой лагерь, детский лагерь для обучения. Кстати, в Турции тоже у нас есть партнерские учебные заведения. Следующий пункт нашего назначения бесплатный. Билеты сюда никакие покупать не надо. Хотя, вру. Все-таки он немножечко платный, потому что придется отдать деньги за метро. Но так как я в прошлом выпуске купил туристическую карту... Да, ребят, у нас был прошлый выпуск про Стамбул. Можете перейти по ссылочке и посмотреть его. В общем, я купил карту в прошлом выпуске. И мне теперь вообще пофиг на цены на любые городские транспорты. Смело едем. А смотровая наша поистине уникальна. Потому что, во-первых, она находится на станции метро. А во-вторых, эта станция метро находится на мосту. Вообще, от мечети до моста вы можете дойти и пешком займет это у вас около 20-30 минут. Но мы все-таки прыгнем на метро. Нам нужна ветка М2. На ней едем до станции Халич, которая является частью моста, проходящего над заливом Золотой Рог. Это смотровой мост. И это не просто мост. То есть вы на мосту, и это еще и станция метро. Я когда узнал, я просто офигел. То есть станция метро, вот вода, а вот станция метро. Прямо посередине. Представляете? И вы выходите на станции метро, и у вас ниже под станцией полностью пешеходный мост. Где вид на весь город. Вот я хочу еще сейчас перейти на другую сторону и посмотреть, что там на другой стороне. Само название станции Халичи переводится как залив. Считается одной из самых красивых станций метро. Как только поезд выезжает из тоннеля, нам сразу открываются панорамные виды. Когда вы попадаете на мост, вы сразу понимаете, что он уникален. Во-первых, он красивый. Во-вторых, на нем находится линия метро. А в-третьих, он встроен в архитектуру Стамбула и адаптирован для требований ЮНЕСКО. Отсюда можно пешком добраться до основных достопримечательностей Стамбула. Мечети Сулейманье, как я уже сказал ранее. Голубой мечети. Это все с одной стороны. И до башни Галата с другой. Вот там Галатская башня. Сейчас я вам покажу. Вот там. Вон. Вот туда. Вот туда нам идти. Вон там сверху люди сейчас ходят. А мы с вами вот здесь. Вот у султанов были гаремы. А гарем, знаете, что это такое? Чего произошло? Гарем от слова харам, то есть запрет. Все это принадлежало султану и для других это был строгий харам. Строгий запрет. От моста наш путь дальше идет к Галатской башне и следующей смотровой площадке. Она имеет высоту 67 метров и находится на высоком холме района Галата. За счет чего ее можно увидеть почти из любых центральных точек Стамбула. Раньше на месте башни был маяк. И когда район был захвачен генуэзцами, здесь стали основывать колонию и возводить оборонительные стены. Тогда они построили башню, которая дошла до наших дней. Ее тогда называли Христовой башней. Необходима она была для того, чтобы мореплаватели и торговцы на нее ориентировались. Башню задействовали в одном из самых знаменательных моментов истории. С нее совершился первый полет. В 1632 году османский инженер-изобретатель Хизорфен Ахмед Челепи спрыгнул с башни на крыльях, который соорудил самостоятельно. Он сумел перелететь в Босфор и спокойно приземлился в азиатской части города. Сейчас, наверное, такие полеты было бы еще интереснее совершать. Разбежался, прыгнул с башни и приземлился где-нибудь в ресторане с террасой и видом на Босфор. Башня находится в районе, где множество таких ресторанов. Поэтому после посещения смотровой на вершине башни вы можете заскочить на стаканчик в подобный ресторан. Если у вас достаточно в запасе времени, то можно выделить день для того, чтобы поехать на холм Атактепе. В переводе с турецкого название означает «Холм Султанского шатра». Когда-то здесь султан Биязид разбил лагерь и планировал завоевание Константинополя. Отсюда открывается вид на пролив, на мост Мехмеда Фатиха, не путать с Босфорским мостом и на несколько крепостей. Сейчас здесь находится парк Фатих, на территории которого растет 15 тысяч деревьев и кустарников, завезенных из разных уголков света. Поэтому можете погулять и подышать свежим воздухом. Но из минусов, что ехать сюда далеко и метро не ходит. О самих мостах. Первый подвесной мост через Босфор так и назывался Босфорский мост. На момент открытия в 1973 году был четвертым в списке самых длинных висячих мостов в мире и самым длинным за пределами США. Его длина 1560 метров, соединяет те самые две части, европейскую и азиатскую. Каждый день через мост проходит более 200 тысяч видов транспорта, которые перевозят в общей сложности около 600 тысяч пассажиров. И он ближе всего находится к центру Стамбула. А вот мост Мехмеда Фатиха стал вторым висячим мостом через Босфор. Его длина 1510 метров и открыт он был в 1988 году. Друзья, если вы любите небоскребы, то вы можете также отправиться и на башню Сапфир, которая является самым высоким зданием и смотровой в Стамбуле и во всей Турции. А на момент ее постройки в 2010 году она также была четвертым зданием в Европе по высоте. Высота башни со шпилем 261 метр, без шпиля 238. Здесь есть поле для гольфа, бассейн, рестораны и торговый центр. И, конечно, смотровая на 360. Небоскреб расположен в европейской части Стамбула в районе Элевент. Здесь также находятся крупные банки, офисы, элитные отели и посольства нескольких стран. Но если во время вашей поездки в Стамбул вы хотите, так сказать, красиво посидеть, то рекомендую вам ресторан Тугра во дворце Кемпинский. Построен он был в 1871 году и привлекателен не только тем, что расположен на одной из самых живописных вершин, но и своей османской кухней. Все блюда рестораны готовят в медных кастрюлях, сковородках, в дворцовом стиле и глиняных горшках, что позволяет сохранить аутентичность прежних времен. Здесь действительно можно почувствовать себя настоящим султаном. Еще одно место, рекомендуемое к посещению, находится прямо посередине Босфора. Это девичья башня, которая была построена по приказу императора Византия Алексея Камнина в качестве деревянной сторожевой башни в XII веке. За свою историю она успела побывать и тюрьмой, исполняла роль злодейского логова в фильме о Джеймсе Бонде в 90-х. Сегодня же она выполняет роль ресторана с отличным видом сразу на два континента и на старый город Стамбула. Вот этим улочкам еще умудряются ездить. Мотоциклы еще ладно, а машины как-то разъезжаются. Это, конечно, в гору. Еще они очень узкие, еще тут люди ходят. Блин, я совсем забыл, что я засеку время, сколько у меня идет от моста до Голландской башни. И забыл вам сказать. Но на самом деле я останавливался, фоткал, снимал, и у меня времени получилось намного больше. Но реально, то есть если вы будете без остановок, хотя это сложно делать, потому что реально там есть что поснимать и пофоткать, то если вы будете без остановок, то у вас уйдут 15 минут. Реально. Ребятки, если вдруг я чего-то упустил, где-то не доглядел, я буду невероятно благодарен, если вы поделитесь своим экспертным мнением в комментариях. Я очень ценю разумные, взвешенные, содержательные советы от опытных туристов, гидов и местных жителей. Классные рекомендационы, это всегда круто. Напоминаю, что у меня также есть второй канал о зарубежном образовании. Название канала Smaps Education. Заходите туда, если вам интересна учеба за границей, возможности карьеры и миграции. Субтитры создавал DimaTorzok